Нью-Йорк, Нью-Йорк. Город, который никогда не спит. Впрочем, так же, как и Москва. Рой Джонс, Джо Гальзахи. Ждем. Майкл Баффер называет всяких знаменитостей, которые присутствуют в зале. Вот и Винкер Райт. Ну, как же без Хопкинса такое мероприятие обойдется? Он же проиграл. Джо Гальзахи. А этого персонажа узнаете? Ленокс Льюис, собственно, персона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова. А.Семкин. 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 Да, Роя Джонсу уже под 40. Чо Гальзахи 36 лет. Тоже возрастной боец. И несмотря на возраст, все равно очень интересно, что будет сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok. Итак, друзья, приветствую вас. Нью-Йорк, легендарная арена Мэдисон Сквейр Гарден. Место, где выступали великие боксеры. И сегодня событие, которое многих просто интригует до невозможности. Рой Джонс-младший, которого встречают с восторгом и возмущением одновременно против непобедимого британца Джо Гальзахи. Рой Джонс. Гениальный боксер. Человек эпоха. Человек легенда. И, естественно, как у каждого гения, у него достаточное количество ненавистников. А это Джо Гальзахи. Британец, который за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения. Боец, который сделал то, что малкому удавалось. Он развенчал Бернарда Хопкинса. Джо Гальзахи, который считает, что после этого боя. Боя, которым он считает венцом своей карьеры. Он уже никогда не выйдет на риф. Но таких обещаний мы с вами много раз слышали. От боксеров разного уровня таланта и калибра. Джо Гальзахи. Гордость Британии. Странным образом британец в зале пользуется большей симпатией в этом зале Чем Рой Джонс. И сейчас для двух национальных антем. Первый, чтобы петь национальный антем Уэллс. Сейчас национальный гимн. Для начала национальный гимн Уэллса. Обратили внимание? Не Великобритания. Уэллса. Джо Гальзахи и Валиец. Они очень гордятся своим краем. Великобритания. Джо Гальзахи. Великобритания. 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 И слова-то гимна не английский, а кельтский. И слова-то гимна не английский, а кельтский. И сейчас, ladies and gentlemen, please remain standing for the national anthem of the United States of America, here to be sung by New York's own, Michelle Cleary. Oh, say can you see, by the dawn's early light, what so proudly we hailed. At the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming? And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave. Oh, say does that star-spangled banner yet wave. Друзья и господи, из мекка бокса, Мадисон-Сквер-Гарден, Нью-Йорк-Сити, УСА. Сквер-промоция и Калзаги-промоция в ассоциации с Мадисон-Сквер-Гарден Итак, организаторы этого боя, кстати, в которые входит Джо Гальзаги-промоция, компания. Джо организовал свою собственную компанию. Гордый представить вам бой мирового уровня. Удивительно, но перед этим боем мы не услышали никаких колкостей, оскорблений, грубостей в адрес друг друга со стороны боксеров. Просто удивительное дружелюбие проявили бойцы. Может быть, от того, что они бизнес-партнеры в этом мероприятии. Но, как бы они не относились друг к другу вне ринга, в ринге это будут лютые враги. Итак, Рой Джонс, 180 сантиметров, рост 79 килограмм, 150 грамм вес, 52 победы, 38 нокаутов, 4 поражения. Неоднократный чемпион мира в разных весовых категориях, в том числе и в супертяжелом весе. Он себе представит. Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший. Рой Джонс-младший. Боксер, который сделал эпоху в мировом боксе. Боксер, которого любят и ненавидят с одинаковой силой. Джо Гальзахи, 36 лет, 45 победный, 0 поражений. 32 победы нокаутов. Джо Гальзахи, который считает, что он достиг вершины вот сейчас, именно сейчас в этом бою, в этом легендарном месте, на этом легендарном ринге центра Мэдисон-Сквергард. Чемпион мира, Джо Гальзахи. Да, и эта интрига, которая очень многих заставила ломать голову над тем, что-то сейчас будет. Сколько было предсказаний, сколько было споров. Лучше всех расстановку сил, как многие считают, знает букмекера. Так вот, фаворит в этом бою Джо Гальзахи. Он моложе, он не потерпел ни одного поражения. И у него, кажется, есть все данные для того, чтобы победить Рой Джонс. Рой Джонс – это гений бокса. Многие это признают. Это боксер, который мог создать в ринге такое зрелище, которое не мог создать кроме него никто. Это был концерт бокса. Для Роя Джонса был важен всегда процесс. Ему было весело в бою, и он об этом говорил. Изобретательный, непредсказуемый, дурашливый Рой Джонс превратил бокс, как многие считают, вообще в какое-то шоу. Куристы, ревнители чистого боя, считали, что Рой Джонс просто издевается над их любимым спортом. Его несерьезность, его стремление одурачить не только противника, но и публику часто раздражало очень много. И все-таки смотреть его было невероятно интересно, потому что это был именно тот бокс, о котором мечтали истинные любители этого вида спорта. Чо Гальзахи, колоссальная дисциплина, уверенность в своих силах, невероятная работоспособность и запредельная выносливость, кстати говоря. Если сравнить технико-тактические данные двух бойцов, они настолько разнятся, что даже вообще трудно представить, что же каждый из них может сделать в ринге. Для Гальзахи очень важно заставить Рой Джонса устать. И для этого есть все предпосылки. Несмотря на то, что Джо Гальзахи бьет гораздо легче своего противника, он наносит столько ударов, то их кросс невозможно сосчитать. Именно за счет прессинга, за счет чистоты боевых действий он и собирается разделаться с Рой Джонсом. Джонс может ударить, вот как сейчас. Удар Роя гораздо тяжелее, чем его противник. Но не надо забывать еще одну вещь. Джо падал не раз, но всегда вставал и всегда выиграл. Так что интрига здесь налицо. Очень многие известные боксеры говорили о том, что Рой Джонсу ни в коем случае нельзя подвергать себя атакам у Кана. Что ему надо. Обязательно как нужно больше двигаться. Ни в коем случае не застаиваться. Потому что бесконечная бомбежка по стороне Гальзахи, пусть и не такими мощными ударами, обязательно его измотать. Вот это Энгса Гальзахи. Менеджер, тренер и отец Джо. Когда-то в углу и Роя Джонса был Рой Джонс старше. Но Рой расстался с отцом, который вообще-то по натуре был диктатором. И думал, что он лучше знает, как строить карьеру своего сына. Осмотрим этот повтор. Рой Джонс не согнул руку в локте, и удар пришелся внутренней стороной перчатки. Если бы он попал ударной частью кулака, на этом бой бы и кончился. Рой Гальзахи, как многие считали в Америке, это был, как это по-английски звучит, protected fighting, то есть защищенный был. Ищущенный не в том плане, что он хорошо защищается, а в том, что те люди, которые строили его карьеру, старались не рисковать и подставлять ему легких противников. Вот поэтому якобы Джой набрал столько побед и ни одного поражения. Но после того, как он разделался ни с кем-нибудь, а с самим Бернардом Хопкинсом, который всегда говорил о том, что он никогда не проиграет белому боксеру, вот тут-то акции Джо Гальзахи в Америку поднялись до небес. И сегодняшний бой, где он явный фаворит у букмекеров, кстати говоря. Вот сегодняшний бой должен решить очень многое. Не для Роя Джонсона. Рой сделал в свое время фантастическую вещь. Будучи чемпионом мира в среднем весе, во втором среднем весе, в суперсреднем и в полутяжелом весе, он забрался в супертяжелый вес, набрал такую мышечную массу, намотал на себя и разделался в издевательском стиле с Джоном Руисом, став чемпионом мира на какой-то время. И вот после этого, когда он захотел вернуться в свою категорию, вот этот набор веса вышел ему, что называется, боком. Извините за жаргон. И вот этот набор веса Потому что для того, чтобы согнать все это, ему пришлось превратиться в совершенно, я не знаю, обезвоженный организм, ему было бы, попросту говоря. И именно после этого он потерпел два самых тяжелых поражения в своей карьере. нокаута от Тарвера и Глен Капфа Джонсона. После этого многие сочли, что Рой Джонс его эпоха кончилась. А что же Гальзахи? Гальзахи считает, что я уже говорил об этом, вот этот момент, который мы с вами наблюдаем, это вершина для его карьеры. Он хочет завершить ее на этой легендарной арене в историческом месте для мирового бокса. И завершить ее хоть что-то в бою против легендарного боксера Роя Джонсона. Это будет мой последний бой, сказал Джо Гальзахи. Знаете, я никогда не доверял таким заявлениям. Особенно сегодня, когда я узнал, что в контракте на этот бой есть пункт, что в случае проигрыша Рой Джонс должен дать Гальзахи реванш уже в Уэльсе. Сможет ли сфокусированность, дисциплина, выносливость и невероятная такая настроенность Джо Гальзахи победить импровизацию непредсказуемость Роя Джонса. Рой все-таки заигрывается. Это всегда за ним водилось. Всегда ему интересно было действовать на грани риска. Он дает, боксирует Гальзахи. И все ожидали от Гальзахи именно этого. Много-много ударов. Как можно больше ударов. Это его стиль, так он и выиграл. Его напор, прессинг и безостановочная бомбежка с обеих рук вот приносит ему всегда победу. У Роя Джонса, я думаю, шанс есть только в одном. Ударить, как он это сделал в начале боя. Непонятно, чем занимается Роя Джонс младший. Ставит блок, провоцирует противника на атаке. Особенно стараться в этом плане не надо, потому что Гальзахи в общем всегда этим занимается в ринге. Атака, удары за ударами, множество ударов. Конец раунда, конец раунда. Согласитесь, есть на что посмотреть в этом бою. Давай, заставь его работать, заставь его драться, заставь его бить. В углу Роя Джонса думает, что если вот так заставить Гальзахи, что называется, вымахаться, то он остановится, устанет. Такого с ним никогда не случалось. Потрясающе выносливо. Многие аналитики предсказывали, что Гальзахи победит, обязательно победит решением судей, что он переведет бой в поздние раунды, именно когда 40-летний Рой Джонс устанет, что он его просто перебьет. За счет количества ударов. Гальзахи не было ни малейшего шанса. Я тоже так думаю. Я думаю, что когда Рой Джонс был молод, зол, хотя всегда говорил о том, что ему весело в бою. Когда он был, как американцы говорят, голодный, да, легко бы Гальзахи бы этот бой не дался. Думаю, что там вообще без вариантов. Джонс бы выиграл очень лист. Что сейчас, да, часто бои происходят не тогда, когда они должны были бы происходить, а когда в общем-то противники уже, что называется, и стратили свой пор. Вот сейчас, когда тут наблюдается спад в мировом боксе, такие бои, как этот, это действительно интересное мероприятие, такой раздражитель для зрителей. «Гальзахи» «Гальзахи» пока еще плотно не приложился ни разу. По-настоящему, так как он может. Но «Гальзахи» держит эти удары. Но, думаю, зря он так бровирует. второй может и жестко приложиться. «Гальзахи» 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 конечно на него на его психологический настрой здорово повлияло два поражения нокаута казалось что такого с этим боксером просто нельзя было ожидать что вот с ним может произойти нечто подобное такое поражение от кого и тем не менее рой после этого сказал что я понял что я совсем не не уязвим я такой как все могу пропустить но оправдывал это тем что в общем после сборки веса выйдя на ринг абсолютно не готов ясное дело за это и поплатить боксеры всегда находят оправдание своим поражением но мне кажется что в данном случае наверное имеет смысл поверить джонс джонс дает атаковать себя ильзахи бьет бьет без остановки бьет по в основном по блоку по защите конечно очень много будет зависит от того в какой физической форме роль джонс раньше этот вопрос никогда не вставал потому что он всегда был в отличной форме если бывали случаи когда он умудрялся играть в первой половине дня перед боем баскетбол за свою городскую команду по крайней мере один тайм а потом выходить на ринг и защищать чемпионский титул что кстати дико раздражало всех поклонников бокса потому что считал что это просто несерьезно это неуважение к своему спорту боксу и так далее такое поведение вот то это означало еще и то что джонс был не утомил как сейчас январе 40 лет и миска что вы не нравится честное слово это то что роль джонс делает все то что предсказывали аналитики и что не советовали ему делать и боксеры и тренеры и всякие эксперты застаиваться у канатов подвергаться вот так он еще он это делает только и поведом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, слушаясь то, что говорят в углах тут, Джонс пропускает, как видите, удары. Причем у Джонса многие считали, что у него бывали раньше проблемы с левшами. Так вот, Джонсу советует смещаться влево от себя. Ну, понятное дело, поскольку имеешь дело с левшами, заходить за сильную переднюю руку левши. Вот. Но он почему-то поступает по-своему. Как всегда, Рой расслаблен. Очень свободно держится. И пока ни одного мощного удара не нанес. Пока что вот эти вот гимнастические упражнения, имитация защиты где-то далеко от противника, в общем, это ничего ему не дает. Снова становится он канатом, снова перекрывается, снова. Держит эти удары. Не знаю. Может быть, это такой стратегический план. Полбой уже прошло. Гальзахи трудится в поте лица. Пусть пока особых успехов не добился, но он-то занят. А Джонс нет. Может быть, он собирается перевести все активные действия на поздние раунды. Так хватит ли у него сил для этого? И все-таки что-то утеряно. Вот он и раньше был, я имею в виду, Роя Джонсона. Свободен, расслаблен в каждом бою. Но все-таки в нужный момент в его действиях был взрыв. Вот. Сейчас вот в физическом плане этого взрыва не наблюдают. Бернард Хопкинс, который проиграл в далекой молодости Рою Джонсу и недавно Джо Гальзахи. Вот он. Бернард Хопкинс по кличке Палач. Он перед боем уверял, что Джонс бьет намного сильнее, намного жестче, чем Гальзахи. И поэтому у него есть шансы победить. Но для этого надо же еще и попасть. Неплохо, однако. Где дублирующий удар слева? Нету. Джонс удовлетворился одним, так сказать, изящно выполненным апперкотом. Посмотрим, что будет дальше. Рой Джонс при всех своих достоинствах никогда не был сторонником силового. Силовой манеры ведения боя. Нет. Ему важно было подурачить противника. Обмануть его, выставить его дураком. Подергать ему нерв. Вот это была его тактика. Это было его развлечение в ринге. В данном случае это очень сложно выполнить, потому что противник настроен весьма решительно. И потом не надо забывать его психологические мотивировки. Помимо всего прочего, о чем я говорил, этот боец, который ни разу в своей жизни не проиграл. А таких остановить очень сложно. всегда меня поражало, что джеб левая рука Роя Джонса. Иногда вытягивалась, по-моему, в два раза длиннее, чем она есть на самом деле. Из поразительных дистанций умудрялся доставать противника. Много-много ударов наносит Гальзаги, но, по-моему, очень много неточностей в его действиях. Вся эта бравада, улыбочки, подставы эти все, все это выглядит, прямо скажем, вот таким нервным проявлением. Называется. Такая ложная, что называется, демонстрация неуязвимости и уверенности. Вот он трудится. Много трудится, но пока безрезультатно, на мой взгляд. Не надо забывать, что это, в общем, большие, мощные парни, которые весят, уже явно за 80 килограмм. Это же на взвешене им надо весить чуть больше 79. Скорость отличная. А раз скорость, то и ударный нож без всякого со мной. И вот мы видим, что тут уже выглядит, прямо скажем, не очень весело, потому что сильное рассечение у Джонса и как бы доктор не вмешался. пока. Продолжение следует... Продолжение следует... поистине этот бой состоялся пусть в том месте но не в то время очень жаль что лучшие годы джонса позади я не помню чтобы он пропускал вот такие удар прежние то времена похоже никому не удавалось заставить устать джо гальзаха поразительная выносливость просто запредельно он был способен держать высокий темп все 12 раундов всегда практически не могу понять почему джонс не использует вот эти моменты когда противник абсолютно открыт вы просто нахально идет в размер и джонс не встречает и не принимает этот размер бой складывается конечно сейчас вот в этой половине уже в пользу гальзаха в принципе аналитики не такие уж и глупые люди это и предсказывают если джонс позволит себя заталкивать канатами подвергаться бомбежки то в принципе даже если удары не достигают цели они все равно изматывают заставляют боксера уставать потому что принимать удары на предплечье плечи и это же все таки нужно напрягаться каждый раз чтобы сблокировать удар а когда их много ясное дело постоянное напряжение под этим обстрелом но до добра не доводит и джонс устает на ноги нет и вот хозяевы шестерин такого раньше джонс никому не позвали то есть это сумбурно пуст прошлый такой точно но он сейчас владеет полностью владеют инициативу хозяйничать время джонса для того чтобы ударить Уже, по-моему, остается сейчас. Ну, реально, вот нехорошо Повалец сделал. Он умудрился ударить головой между рук. Женщина. Вот этот момент. Что там? Там Доктор. Разрешает Доктор? Разрешает. Облика недовольна. Все уже подумали, что Джонс снимется. И все-таки, мне кажется, Рой Джонсу стоит рисковать сейчас. Неужели нечем уже ударить Джонсу? Неужели нечем уже ударить Джонсу? Он нечем уже ударить. Потому что попасть на него очень сложно, когда он принимает вот такой защитный манер. Когда он начинает впятиться, перекрываться. Это пустая трата всех. Единственный момент, когда его можно наказать, это когда он сам идет вперед. Не помогает. Не помогает Джонсу. Не помогает. Частья. И мощи его ударов. Не точность, которой он раньше славился. Сейчас сбит он с прицела полностью. и мне кажется это результат тактической ошибки которые вы кстати предупреждали уже говорила ни в коем случае нельзя стоять под обстрелом джо гальза ни в коем случае а он это сделал из измотал себя дал себе измотать обратили вы наверное друзья внимание что в принципе британские боксеры в последнее время я не беру конечно таких бойцов как ленокс льюис скажем но вот реки хаттон джо гальзахи даже энце макарин это боксеры которые берут количеством они качества вспомним бой против кости джи вот вот это количество но доминирует в исполнительском мастерстве так сказать британской боксу и нужно что-то делать чтобы противопоставить ну что делать по порядку нужно бить ведь жесткая прицель но для этого нужно с одной стороны быть достаточно свежим потому что редким бойцам что артура гати каком-нибудь удавалось ударить даже состояние крайней усталости но здесь все довольны потому что которые всегда исповедовали которое было заранее известно кстати она была применена в этом бою и приносит свои плоды да десятый раунд и в принципе что джонс остается делать то чего никогда не любил делать воевать идти на обострение на жесткую рубку не получается пока что видите пытается просыговать но только джонс прекрасно понимает где гальзахи хорош когда он вперед когда он отходит в общем ноги его преимущества терять вот он и хочет его оттеснуть носил уже по моему же маловато мрайк мрайк поклонники роя джонса видят что их кумир проигрывает причем должен вам сказать что джо гальзахи конечно очень хороший боксер очень обидно что такой боксер как роя джонс проигрывает бойцу который все равно свое время классом его ниже никогда не будет таким как роя джонс но с другой стороны кто будет считать у кого лучше стиль и что было интереснее смотреть все будет помнить только результат проигрыш или победа вот он меркерс мерк как его называют сейчас в углу урой джонсо и он прекрасно понимает что ничем уже своему подопечному помочь он не может конечно рояще здорово повезло что гальзахи ударил его головой и не знаю насколько это было непреднамерен так конечно истекая кровью вести расчетливый разумно тактический выстрел не было очень тяжело очень сложно и Субтитры сделал DimaTorzok Раньше вот в такой ситуации просто читалось, что может сделать Рой Джонс. Когда он видит, что когда после его атаки противник бросается в соответной комбинации, он специально долго и расчетливо пугал, вызывал, выдергивал противника, потом делал ложную атаку, делал шаг назад и встречал. Я помню, вот так он потащил за собой здоровенного Мерки Сосу, который попался в эту ловушку и нарвался на жесточайший удар справа в голову. Но это были в те времена, когда Рой Джонс был гораздо более, что называется, живой. Быстро и взрывной. У него сейчас неплохая скорость, но, увы, это половина той скорости, которую он обладал в молодости. Без скорости все те трюки, на которые так гораздо был Рой Джонс в свое время, они сейчас не работают. Пытался несколько раз что-то подобное сделать, но опаздывал. В общем, надо признать, поведение Гальзахи оскорбительное для Роя Джонса, и он ничего не может с этим поделиться. Ничего не может. Предпоследний раунд. Рой Джонс уже много-много минут прошло, и он не может нанести ни одного точного удара. Вот это позорство Гальзахи раньше бы Джонс не простил. А сейчас, да, все это очень печально видеть, друзья. Очевидно, самое главное в этом вовремя уйти. Нужно понять, когда твое время истекло. Но как же это трудно сделать? Все счастливы в этом британском углу. Все прекрасно понимают, что победа за них. И тут уже ничто не может остаться. Твое время. Субтитры сделал DimaTorzok 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 карьеру ждем решение и так Род Джонс верен себе длинный вайк все три судьи дают все три судьи дают одинаковый счет в этом бою не присуждают победу Джо Гальзаги и Джо если верите в его словам он уходит с ринга непобежденным непотерпевшим ни единого в поражении за всю свою карьеру и Джо Гальзаги по-моему заканчивает карьеру Роя Джонсом ну все когда-нибудь кончается а бой был действительно очень хороший я надеюсь вам понравилось то что вы видели я желаю вам всего доброго до новых встреч